Аспирант – будущий кандидат наук, получающий образование самостоятельно. В период подготовки к получению ученой степени аспиранту необходимо напечатать в научных изданиях несколько своих работ и написать несколько кандидатских. Из данной статьи вы узнаете, какие в России существуют льготы аспирантов, выступающие гарантией реализации их основных конституционных и трудовых прав. Основные права аспирантов в России. В настоящее время аспиранты российских учебных заведений обладают следующими правами – на предоставление места в общежитии приезжим ученикам, на предоставление места в общежитии на время сдачи экзаменов и научных работ при заочной форме обучения, на дополнительно оплачиваемый отпуск каждый год при заочной форме обучения, на отпуск продолжительностью 60 календарных дней каждый год, на отпуск длиной 30 календарных дней после получения кандидатской степени. Право на один дополнительный выходной в неделю с сохранением половины среднедневной зарплаты при заочной форме обучения, на присвоение дополнительной квалификации преподаватель высшей школы, если этот минимум не был еще получен. В период магистерской подготовки – на газоказ на получение стипендии при очной форме обучения, на получение штатной должности, если возможно выполнить все пункты индивидуального плана, на получение оплаты при направлении в командировку. На участие в экспедициях с целью проведения научных исследований, на оплату проезда за счет работодателя. Кроме того, возможно получение некоторых дополнительных льгот, два выходных в неделю, начиная с четвертого года обучения, без оплаты и только по желанию самого аспиранта. Оплачиваемый отпуск продолжительностью 90 календарных дней при завершении диссертации и получении ученой степени для работников бюджетных предприятий от работодателя по рекомендации ученого совета учебного заведения. Социальные льготы аспирантов в России Важно! Аспиранты такие же учащиеся, как бакалавры и магистры, а потому их обязанности и права во многом схожи. Однако, аспиранты, как трудящиеся граждане, обладают также рядом социальных льгот. Аспиранты совмещают работу и учебу, а все работники предприятий должны участвовать в программе обязательного социального страхования. А потому, согласно тексту федерального закона от 24 июля 1998 года номер 125 ФЗ, у них появляется право на получение стипендиальной выплаты по болезни, если она продлится более 30 дней, получение пособия по беременности и родам, выплату пособия. В сумме два размеров ежемесячной стипендии единожды в год, предназначенной для покупки специальной литературы, льгота распространяется на учащихся бюджетной формы обучения. При этом важно учитывать следующие особенности предоставления льгот аспирантам. Стаж выпускника аспирантуры будет учтен в общем научно-педагогическом стаже. Стипендия за период пребывания на больничном выплачивается из средств. Стипендиального фонда университета. Руководство ВУЗа может продлить период обучения на аспирантуре, если аспирант в течение продолжительного периода времени будет отсутствовать на учебе по причине серьезной болезни или беременности. Работодатель обязан покрывать некоторые денежные расходы аспиранта, связанные с его обучением, а именно, командировочные затраты, расходы, связанные с переездом в зарубежные учебные заведения для обмена знаниями от имени университета. Кроме того, аспиранты на безвозмездной основе пользуются библиотеками, мощностью научных центров, лабораториями, оборудованием. Документы, необходимые для оформления льгот. Чтобы претендовать на немногочисленные льготы, положенные аспирантом, учащиеся должны подготовить некоторые документы, которые будут являться основанием для предоставления им выплат или иных привилегий, льгота какой понадобится. Документ продления срока обучения в аспирантуре по причине тяжелого заболевания, беременности или родов медицинское заключение от лечащего врача или из женской консультации. Обучение продлевается приказом руководства университета. Стипендия на период больничного, более 30 дней, медицинское заключение участия в научно-исследовательской работе, в экспедиции заявления с обоснованием затрат, стоимость проезда от вуза до места работы точно будет оплачен, учет стажа. В общем научно-преподавательском стаже трудовая книжка, документы об уровне образования, справка об отсутствии претензий со стороны общежития, выписка из библиотеки, читайте также статью «Материальная помощь студентам вузов». Экспертное мнение. Глава Министерства образования и науки Ольга Васильева собирается заняться сокращением числа бюджетных мест в аспирантуре. По словам о Васильевой, аспирантура должна действительно воспитывать исследователей. Это должен быть не поток 25 человек, а 2-3 аспиранта на кафедре. В прошлом году общественное движение «Студенты Москвы» разработало законопроект, сутью которого является предоставление ординаторам и аспирантам льгот на проезд в общественном транспорте. Законопроект был направлен на рассмотрение мэру Москвы Сергею Собянину, министру Миноборнауки Ольге Васильевой, в Мосгордуму. Проект поддержали руководители органов студенческого самоуправления 77 московских вузов. Читайте также статью «Губернаторская стипендия в 2020 году». Законодательные акты по теме. Федеральный закон 24 июля 1998 года номер 125 ФЗ об обязательном социальном страховании в РФ типичные ошибки. Ошибка. Иногородний аспирант, обучающий по заочной форме, претендует на получение места в общежитии на весь период аспирантуры. Комментарий. На постоянное место в общежитии можно рассчитывать только аспирантам, обучающимся по очной форме. Ошибка. Командировка аспиранта не была оплачена. Комментарий. Работодатель обязан оплачивать командировки и переезды аспиранта. Ответы на распространенные вопросы. Вопрос номер один. Имеет ли аспират московского вуза право на бесплатный проезд в общественном транспорте наряду с бакалаврами и магистрами? Ответ. Нет, подобной льготы для аспирантов властями Москвы не установлено. Вопрос номер два. Аспирант, обучающий по заочной форме, претендует на дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск по месту работы. Ответ. На оплачиваемый дополнительный отпуск имеет право только аспирант, обучающий по заочной форме. Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока!